Привет, друзья! С вами Механик и сегодня новенькая серия Евротрак Симулятор 2. По вашим просьбам я продолжаю ехать по Амазонии на тачке, которую вы очень сильно просили. Просили на прошлом стриме погонять меня именно на скане. Я не знаю, почему у вас такая любовь к сканям, но... В общем, сегодня мы вот на такой скамеечке R730. Не знаю, означает ли 730 количество лошадиных сил у нее. Надеюсь, что да. Потому что мы везем с вами 35 тонн, но выезжаем мы из Балдини или из Балдии. А эту игру и многие другие ты можешь купить в моем магазине. Лучшие ключи аккаунта по самым низким ценам. Ссылочка на магазин в описании, но это еще не все. Потому что среди покупателей магазина мы проводим мега розыгрыш, главным призом которого является игровой руль Thrustmaster T150. Просто делай покупки в магазине, отправляй свой номер заказа в нашу группу и получай этот подарок. Результат будет ровно через месяц. Желаю удачи. И нам нужно проехать. По-моему, не так много проехать, но сам факт того, что просто мы везем 35 тонн, это немного настораживает, кстати. Так, а куда нам? А, нам вот сюда. Здесь приятно, что в салоне есть у нас навигатор. Хотя на улице такая погода, что навигатор очень плохо виден. Вот такая вот кабина у скани. Тут получается одно спальное место. А, нет, наверху тоже спальничек такой. Ну, наверху я бы не хотел спать. Вот внизу самое оно, потому что сверху можно и упасть, как в поезде. Ладно, так, нам надо, кстати, свет подрубить. Где у нас свет-то подрубается? Вот. Что это такое? Врубите мой свет, пожалуйста. Вот, вот так вот. Вот так вроде как нормик. Это я ретардер, по-моему, подрубил, кстати. Так, а как мне ретардер выключить? Ну, в принципе, ладно, пусть будет. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Он как бы не ограничивает же нашу скорость. Он, наоборот, помогает нам тормозить двигателем. В случае чего. Это, в принципе, удобно, может быть, даже. Может быть, даже, кстати, это и удобнее будет. Мне на тормоз не надо будет жать постоянно. И тормозом очень сильно все-таки тачка замедляется. А здесь, может быть, она будет плавней как-то замедляться за счет вот этого торможения двигателем. Посмотрим. Я прогнозирую, что сейчас у нас вся дорога пройдет по трассам. Если честно, мне не хочется сейчас ехать где-то по бездороже, по вот этому дикому. Ну, его нафиг. Это бездороже, если честно. Потому что, ну, я реально уже устал от вот этих дорог Амазонии, когда ты постоянно едешь. И у тебя сплошной гравий какой-то. Вот эти кочки, канавы непонятные. Ну, его нафиг. Давайте поедем, наконец, по асфальту. Просто, чтобы навалить уже. Посмотрите, посмотрите. Просто очканул чувак обгонять. Не знаю, вам было видно его или нет. Но легковушка уже второй раз пытается меня обогнать. И просто сейчас он... Ну, не было же впереди машины. Но он почему-то очканул обгонять. Не знаю, с чем это связано. Ой, ты, ё-моё. Господи, как же он пролетел-то быстро. Фух. Мне кажется, что сейчас именно ретардер спас меня. За счет вот этого торможения. Потому что я... Я-то тапочку давил, как бы, в пол. Но вот этот вот зигзаг, который сейчас образовался, меня немного поднапрёг. И я никак не среагировал на него. За счет ретардера, в принципе, мне кажется, оно нормально получилось. Вот опять-опять он пытается меня обогнать, этот челик на желтой легковушке. Но никак у него не получается. Потому что не так легко сканию обогнать. Я, наверное, начал понимать, почему вы просили меня сканию. Потому что она реально мощная. Мощная зараза. У неё вот именно... Может быть, не то, что максимальная скорость какая-то. У неё вот этот момент снизов присутствует. И он позволяет действительно неплохо ею ездить. Вот опять-опять пытается обогнать меня. Ладно. Да что ж ты будешь делать? Я уже притормаживаю. Начал, чтобы он меня обогнал. Впереди увидел машину. Всё, встал. Просто как вкопанный. Успевал бы. Сто процентов он. Что-то мы разогнали здесь с вами немножечко. Как бы совсем самую малость. Типа ограничение 50. Мы ехали около сотки. Ладно, сейчас в городе поедем поаккуратнее. Потихонечку вот так вот будем сейчас передвигаться по городу. Чтобы мало ли никого не сбить случайно. Или ещё что-нибудь. В общем, город есть город. Надо соблюдать правила дорожного движения. И быть аккуратными. Ладненько, едем. Так. Пропустим мы братишку на Вальвешнике. И проезжаем. Ох ты, ё-моё. Я его вообще не увидел. Просто смял. Просто его в лепёку смял. Ну, абсолютно не увидел машину эту. Сорян, как бы. Ну, что, страховая, надеюсь, возместит убытки. Потому что у меня-то денег нет. Я тут... Вот именно на этой карте я ничего не заработал. Я просто, типа, ездил, исследовал всё. И грузы я в основном сдаю так, типа, ну, чтобы просто сдать. Так, а куда ты поворачиваешься, дружочек? А куда ты поворачиваешься у нас? Там вроде нет никакого поворота. А, ты просто в правый ряд встал. Всё понял. Красавчик. Вот бы все так. Появилась полоса свободная сразу раз. В правый ряд ушёл. Освободил для ворота. Это я тоже так сделаю сейчас. Чё, чё я? Чё я? Хуже него, что ли? Нет, то же самое сделаю. Поеду чисто в своём правом ряду. И уже по мере того, что будут препятствия какие-то впереди, буду уже перестраиваться для обгона. Хотя это уже не обгон получается здесь, а опережение. Так как, по факту, я не выезжаю на встречную полосу. Обгон это, когда выезжаешь на встречную полосу. Я учил правила. Это, пожалуй, то немногое, что я знаю и помню из правил дорожного движения. Но иногда хочется блеснуть какими-то знаниями. Тем более, когда ты едешь за рулём вот такой вот скамейки, что даже не можешь дотянуться до поворотника. Нормально. В горку, в принципе, идёт. 35 тонн особо не чувствуется. Но и не могу назвать её каким-то самолётом. Кстати, а Скания, это чья? Это Швеция или что это такое? Чья она вообще? Она как Вольво? Типа, кто их производит? Не знаю, кстати. Вот что-то этот момент я вообще упустил. И всякие DAF, и там, мэны, маны. Кстати, вот реально, насчёт легковых машин, там типа всё понятно, да? А вот, что касается грузовиков, вообще не знаю, кто где производится. Напишите, кстати, в комментариях, если вы шарите. Вот марки именно грузовиков. Вот этих вот, типа, я так думаю, что это европейские какие-то марки. Да, потому что мы не берём всякие, как они, кенворты и прочие американские. Мы берём именно вот эти там, скани, мэны, маны, дафы. Ну, Вольво понятно. Мерседес тоже понятно. Чё там есть ещё? Даф, ман и скания, правильно? Вроде больше ничего. Рено тоже понятно, французская. Я вот даже не знаю. Слушайте, такое ощущение, что и ман, и скания, и там, и какой-нибудь DAF, типа, они где-то в одном месте делаются. Ну, типа, в одной стороне, потому что они... Ну, я не могу сказать, что они прям похожи. Ну, а дух-то у них такой же, европейский прямо, присутствует. Мне кажется, что это всё где-то там близко у них собирается. Близко с Вольво где-нибудь. Может, даже на одном заводе. Так, чё тут у нас? Не знаю, кстати, сколько мне ехать осталось. И мне, в принципе, всё равно, сколько ехать, потому что на такой тачке ехать вообще комфортно. И можно ехать достаточно далеко на этой машине. В принципе, особо не напрягаюсь. Но впереди... Впереди город, и ретардер не справляется. Мне придётся нажать на тормоз. И даже тормоз меня не спас. Я просто пролетел. Не стал уже я... Не стал я уже, в общем, закладывать в поворот. Так, чё-то я исполнил, конечно, здесь жёстко. Надо было заложить, наверное, лучше в поворот. А чё такое? Я не могу развернуться здесь. Это из-за бордюра, что ли? Типа, прицеп меня вывешивает? Неужели настолько высокий бордюр? Вот такой дизелёчек у неё звучит прям хорошо, да? Слушайте. Сейчас я остановлюсь. Хорошо прямо. Вот эта вот турбиночка подвывает как надо. Ну, мне нравится. Вообще круто. Очень атмосферная, я бы сказал. Именно вот эта атмосфера того, что ездишь на каком-то грузовике, она передаётся прям на 100%. Кстати, у нас пока действительно всё по городу идёт. Ну, типа трассы, город, никакого бездорожья нет. Это очень круто. Это действительно настолько прям замечательно, что я не могу нарадоваться. Кстати, вон птицы какие-то начали летать. Арбузы продают. Ля, какие арбузы. Вот это арбузы. Вот это я понимаю. Я бы арбуз сейчас заточил, но у нас пока ещё не продают. Ну, типа продают, но они такие ещё. Не особо. А вот такие бы прям, смотрите, класс. И много как. А людей мало, кстати. А арбузов много, людей мало. А тут что у нас за палаточка такая? Тут тоже что-то. Тут, наверное, хот-доги какие-то продают. Целый рынок прямо, вы посмотрите. Какие-то сувениры он продают. Бутылки какие-то. Да что, рыба? Рыбу, что ли, продают? Ну, типа издалека на рыбу похоже. Может, какие-то мясные изделия. Ну, куча бутылок всяких. И вон, коровы. Но коровы, конечно, не продают. А вот мусор и лошадь. И лошадь ест машину! Что ты такое? Почему ты лошадь ест машину? Она её уже почти села. Это, кстати, таврия, по-моему, какая-то. Похоже на восьмёрку, но мне кажется, что это больше таврия. Хотя, это, наверное, не таврия и не восьмёрка. Это что-то другое. Тоже прикол, да? Тут такие, типа, домишки разваленные. А вот там дальше, типа, уже такой дом получше. Это что такое? Какая-то лотерея, что ли? Беспроигрышная лотерея. Так. А он хотел, кстати, был. Можно было остановиться. Остановиться, поспать. И вот красивейший, шикарнейший мост. Прямо как на нашем сервере КРМП. Там примерно такой же, только ещё лучше. Очень-очень красивый мост, кстати. Действительно длинный и непонятно куда идёт. А нам направо, кстати. Мы сейчас по этому мосту и поедем с вами. Посмотрим его, что вообще там, как он, как он себя чувствует, этот мост. Посмотрим на шикарные виды со всех сторон. Пацаны успешные на рейнжах катаются. Мы с вами перевозим грузы. Ну ничего, я не переживаю. Мне, в принципе, нравится. Погнали. Потихонечку. Опч. Опч. А это что такое? У неё неон, что ли? Вы посмотрите, у тачки неоновая подсветка. Братан, да ты просто тюнинг-мен. Вот это стилёчек. Круто. Мне понравилось. Выглядит стильно. Модно-молодёжно, как говорится. Так, ладно. Мост у нас неплохой, кстати. Действительно, виды шикарные открываются. Особенно вот на тот лайнер какой-то. Просто космических размеров лайнер. Я бы хотел на таком... Нет, не хотел. Нет. Нет, я слишком много смотрел фильмов ужасов со всякими кораблями, морем, там, акулами и прочими морскими чудищами, что, в принципе, нет, не хотел бы. Я как-то плавал на подобном. Ну, не на настолько большом, конечно, поменьше. Но, по-моему, это укачивает на нём, насколько я помню. Но я, если честно, помню плохо, потому что я маленький был. Но, по-моему, на нём укачивает. Нет, пожалуйста, только неплохая дорога. Я очень прошу, пожалуйста, только неплохая дорога. Ну, пусть мы доедем по асфальту. Пожалуйста, ребят, накиньте лайков, чтобы мы доехали всё-таки по хорошей дороге. Не хочу я ехать по бездорожью, по-всякому. Вот пока нормально. Пока сейчас хорошо. Столько по трассе проехали. И пусть дальше тоже по трассе мы проедем. Вот рыночек шикарный. Вы посмотрите просто. Кстати, тут людей, по-моему, даже больше, чем в том городе. Машин больше, по крайней мере, точно. Я очень хочу, чтобы мы доехали реально по трассе. Зачем оно вообще? Мне надо это по бездорожью кататься, машину убивать. Да пусть она даже не моя. Пусть эта машина, типа, арендованная, да, рабочая. Но всё равно, зачем это делать? Ух ты! Ух ты! Я вижу финиш! Я вижу финиш! Финиш хим! Так, капуэра какая-то. Мы в капуэру приехали. Вот тут хотел-отел. И капуэра меня радует наличием дорог. Это просто шикарно. Дороги вообще присутствуют. Это замечательно. Ну, на самом деле, это... Это прям... Это лучшее, лучшее, что со мной сегодня приключилось. Ну, во-первых, я проснулся сегодня. Это уже хорошо. А во-вторых, вот. Вот оно. Шикарное просто место. Шикарное место для того, чтобы сдать свой груз и больше никуда не ездить. Потому что мы приехали, кажется. Вот. Вот оно, моё место. Вот же аж. Вот же оно, вот же. Вот же оно. Всё, я сдаю его. И я приехал с опозданием. Меня сейчас ещё оштрафуют на бабки. А нет, косарь я заработал. Ну, учитывая, что 12 тысяч я отдал за то, чтобы прошлый груз отменить. Почему-то у меня какой-то груз там принялся автоматом. А вы просили сканию. Мне пришлось его отменить просто-напросто. Чтобы вас не обламывать. Вы же ждёте сканию. Я сделал сканию. Всё по-честному. У нас такие вот с вами, такие дружеские же отношения получаются. Вы попросили, я сделал. Ну, если получилось. А тут получилось. Я, кстати... В смысле? Как неустойка за повреждение груза, если я его никак не повреждал? За что вообще? Я не понимаю. И опоздал я на 2 часа 35 минут. Ну, такое себе, конечно. Могли бы, ну... Блин, 2,5 часа, реально. Я ехал сутки. Я, посмотрите, затратил 19 часов. 19 часов. Ну, просто я ещё время перематывал. Наверное, в этом дело. И 155 километров всего. В принципе, 1000 евро за 155 километров. Это неплохо, на самом-то деле. И топливо, кстати, вы посмотрите, сколько я зарасходовал топлива. 76 литров. Подождите, сколько же расход получается? Чё-то я не понял. Давайте посчитаем. Мне реально стало интересно, сколько на расходы топлива. Берём калькулятор. И мы чё делаем с вами? Нам нужно израсходованное топливо на пробег поделить или наоборот. То есть, смотрите, мы с вами проехали 155 километров. По сути, нам надо 76 разделить на полтора. И тогда мы с вами узнаем, сколько... Так, 50 литров получается. 50 литров на 100 километров у нас получается. Это... Я, конечно, не знаю, как фуры сколько жрут, но, по-моему, это дофига. Получит многовато больно. 50 литров на 100 километров. Да, понятно, что 35 тонн, там фура, все дела. Ну, 30... Ну, 50, вернее, литров на 100 километров. Это чё, дофига. 50 литров. Ладно. Ладно. Хватит этой демагогии. За это... Заканчиваем на этом серию. Спасибо, что посмотрели. С вами был Механик. И всем пока.